Фойе Дома культуры – столботворение. На обозрение горожан представили главный строительный документ – генеральный план развития города. Здесь обозначены территории, на которых в ближайшие 20 лет планируется комплексная и точечная застройки. Также народ может познакомиться с изменениями, грядущими в транспортной инфраструктуре областного центра. Предыдущий генплан мы были под снос. Было всё покрашено в ярком красном цвете, что дома – многоэтажная перепланировка. Сейчас в этом генплане мы превратились опять в то, что и есть – малоэтажное. То есть мы своими домами сохраняемся. Для нас это было очень важно. Была дорога с проспекта Ленина, запланирована городом очень давно, с проспекта Ленина, через улицу Садовую, через улицу 8 Марта, выйти с Емашкой, соединить с новой Лыбецкой магистралью. Сейчас мы её на карте не видим, и нас это очень радует. Чиновники подчеркивают, генплан – документ живой. Его можно корректировать, и составляется он с учётом пожеланий горожан. Разрабатывали данные изменения московские проектировщики по заказу городского управления архитектуры. Стоимость работ – около полутора миллиона рублей. Один из главных вопросов – функциональное зонирование. Разработчики рассказали, где и что во Владимире можно будет строить. Так, территория возле завода Точмаш определена под объекты предпринимательской деятельности. А в районе танкодрома планируется многофункциональная застройка. В новом проекте отказано в предложениях по выносу аэропорта Семязина. Значит, аэропорт остаётся. Организована общественно-деловая и жилая зона в районе аэропорта Семязина. Но это в связи с изменением полосы санитарно-защитной зоны от шумового воздействия. Дискуссия развернулась по поводу микрорайона «Вышка». Застройка вокруг парка «Дружба», судя по плану, сократилась. Но всё равно строительство там планируется. А это значит... В дальнейшем мы будем вынуждены строить эту дорогу через парк «Дружба», что не хотелось бы. Насколько целесообразно оставлять именно такое зонирование, как оно на сегодняшний день внесено. Вот предлагается для внесения. Данный вопрос правильно. Давайте всё-таки мы его рассмотрим. Всё-таки с этим пятном ещё раз посчитаем. Давайте встретимся, Атель. Ещё один вопрос касается 4 гектаров зелёных насаждений напротив Белого дома. Раньше говорили, что этот зелёный участок так и останется территорией для прогулок. А судя по новому плану, это будет зона общественно-деловой застройки. В процессе подготовки генплана было очень много разговоров о том, чтобы вернуть этому участку статус-кво при остром дефиците зелёных насаждений в нашем городе. А почему-то этого не было сделано. И вот вопрос, почему у меня к проектировщикам и к заказчикам тоже. Для города Владимира есть проблемы, связанные с территориями, где могли бы размещаться объекты общегородского характера. Именно те объекты, не торговые центры, а те, которые необходимы. Может быть дворцы какие-то, может быть выставочный комплекс, так и тому подобное. Там ограничение 10 метров. Сразу вам говорю, что высота этого объекта, если появится какая-то, то не более 10 метров. Эта схема не окончательная. Вопросов к её составителям немало и у администрации города. Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте Владимирской мэрии. А если жителей что-то не устраивает, их предложения принимаются до 30 ноября в Оранжевом доме и в управлении архитектуры на Октябрьском проспекте 47. Алексей Дудин, Егор Хребко, 6 канал.